Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Ща значит щаранский. Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Такие призывы Креативной партии Свободы Совести. КПСС. Сегодня у нас очередной выпуск Камчатка день за днем. В этих выпусках раз в неделю я читаю вырезки из старых газет, иногда старые документы прошлого века, рассказывающие, как в эти дни, века 20-го, жил наш полуостров. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы будем узнавать, как существовала Камчатка между 15 и 21 апреля в разные годы века минувшего. Приступим к нашим увлекательным краеведческим чтениям. Первый сегодняшний день это 15 апреля 1942 года. Газета «Камчатская правда» в тот день опубликовала заметку Зубова. Пекаря твердо сдержали свое обещание. Рабочие и работницы Пекарина Пщепита решили дать взаймы государству не менее месячного заработка. Славные советские патриоты твердо сдержали это слово. Пекарь товарищ Кокенев, выступая на собрании, сказал «Товарищи, на борьбу с фашизмом требуются большие затраты и средства. Мы их дадим взаймы нашему государству. Заработок мой 800 рублей в месяц. Но я подписываюсь на заем на 1000 рублей». Пекарь Торосенко заявил, что для разгрома фашистских извергов он не пожалеет ни сил, ни средств. При заработке 600 рублей он подписался на заем на 700 рублей. Напоминаю, что для того, чтобы узнать, кто подписался еще на заем, вы можете увидеть полные варианты этих публикаций на моем канале в Яндекс.Дзене. Канал называется также «Камчатка с Александром Петровым». И в описании под роликом вы найдете ссылку на канал. А мы продолжаем наше чтение. День следующий. 16-й день апреля, 35-й год века минувшего. Впервые на Камчатке. Пишет газета «Камчатская правда». Вечером 11 апреля парт «Актив» и лучшие ударники собрались в новом кинотеатре на просмотр звукового фильма. В помещении бывшей церкви, где в былые времена попы дурманили головы трудящимся, открыт очаг культуры. Первый на Камчатке. Звуковой кинотеатр, вмещающий 340 зрителей. К 35-му году на Камчатке не осталось ни одной, кстати, действующей церкви, а все священнослужители, весь клир, были либо уничтожены большевистскими палачами, либо сосланы, либо лишены всех прав состояния. Но это было бы еще только полбитра. Но посмотрим, что же было дальше. Газета пишет. Открытие звукового кинотеатра состояло с 12 апреля. Еще за 2-3 дня до первого дня работы нового кино администрация театра имела большое количество заявок от коллектива. Предполагалось давать два сеанса. Но первый день работы разбил эти предположения. Желающих было слишком большое количество, и в кино демонстрировалось три сеанса. Первый сеанс посетило более 400 школьников. На второй и третий сеансы в свободной продаже не дали ни одного билета. Все было забронировано коллективами, организованным зрителям. Здесь были Сов, Порт, Школа, АКО, Порт, Облфо, Милиция и другие. Около 1200 зрителей посмотрели картину в первый день работы театра. Кстати, надо сказать, что первым звуковым фильмом, продемонстрированным на Камчатке, была лента герои Арктики, Челюслицы. А мы продолжаем наше чтение. 17 апреля 1949 года и опять-таки газета «Камчатская правда». Газета пишет. В Паренском оленеводческом совхозе Пеншинского района Корягского округа проведены 25-дневные курсы по подготовке инструкторов по дрессировке оленегонных лаях. На курсах занималось 12 человек из совхозов и оленеводческих колхозов района. В этом же номере газеты мы читаем заметку художника-самоучка. Бондарь Пымтинского рэбокомбината Владимир Гарин с большим мастерством написал на полотне портрет генералиссимуса Сталина. Сейчас художник-самоучка работает, над картиной «Разгром немцев под Сталинградом», а также готовит фрагменты к картине на рыбацкую тему. День следующий, 18-й день апреля, год 1937-й. Объявление в газете «Камчатская правда». Кинотеатр «Полярная звезда». Демонстрируется звуковой приключенческий фильм «Золотое озеро». Продаются ездовые собаки крупной породы. Три нарты, пригнанные с севера. Справится в любое время. Ключевская, 99. Петропавловская городская электростанция предлагает всем учреждениям и гражданам, пользующимся электроосвещением, погасить задолженность до 25 апреля 1937 года. В противном случае будут применяться репрессивные меры вплоть до выключения. И частное объявление. Гражданин Баженов, Сидор Григорьевич, происходящий из граждан Омской области, Тарского округа, Букенского района, села Буки, проживающий в Петропавловске на Камчатке, работающий в типографии, меняет имя Сидор на Михаил. Лиц и учреждения, имеющих протесты к перемене имени, просят сообщить в Петропавловске 3-й ГС с указанием фамилии, имени, отчества и точного адреса. 19 апреля 1973 года газета Камчатской «Комсомолец». Ответственный секретарь ВТО Всесоюзного театрального объединения Татьяна Грачева пишет, что закончился областной смотр сельских народных театральных коллективов. 12 апреля в ДК Рыбаков состоялся просмотр спектакля Тигильского народного театра по пьесе Островского «Не все коту маслиницы». После спектакля обсуждения Оно началось с выступления Нины Александровны Бондаревой, члена жюри смотра, преподавателя литературы Камчатского Петинститута. Нина Александровна поздравила исполнителей и режиссера Косыгину с несомненной удачей, отметила творческую смелость коллектива. Как я уже говорил, продолжение вы прочитаете на моем канале в Яндекс.Дзене. День следующий. 20 апреля 1939 года. Опять-таки Камчатская правда сообщает. Долиновка – село сплошной грамотности. Долиновка, пишет газета, одно из немногих сел Мильковского района, где учебой охвачены все неграмотные и малограмотные. Те граждане, которые по разным причинам не могут ходить в школу, учатся дома. К каждому из них прикреплены грамотные товарищи, которых в селе вполне достаточно. В качестве культа армейцев выделено 10 человек комсомольцев и несоюзной молодежи. Занятия проходят бесперебойно. Посещаемость удовлетворительная. Учитель товарищ Воробьев составил конкретный план занятий. Работает сам с неграмотными и систематически оказывает помощь культ армейца. И напоследок сегодня мы узнаем про кукольный театр на Камчатке. Все думают, что наш театр кукол появился на свет в 1980 году. Но это не так. Запомни это, Зяма Кужелев, запомните это остальные. 21 апреля 1938 года газета «Камчатская правда» сообщила, что 14 апреля вернулся из своей зимней поездки к Камчатской областной кукольный театр. За 4 месяца театр проехал 1740 километров. Дал в 46 населенных пунктах 76 спектаклей, обслужив около 10 тысяч взрослых детей. Главной целью поездки было, пишет Камчатская правда, обслужить кочевья Коряков и Ламутов в Тигильском и Быстринском районах, куда театр повез на этот раз. Репертуар близкий по своему содержанию этим народам. Корякскую сказку «Хозяин и пастухи» и чукотскую сказку «Жадный город». Дальше газета пишет, что в настоящее время театр готовится к новой поездке по Чукотке, Колыме и Корякскому национальному округу. Поездка рассчитана примерно на 20 месяцев. Длина маршрута около 9 тысяч километров. Ну вот, на сегодня все. Напоминаю, что с недавних пор на моем канале ведется сбор донатов на поддержку канала. И один раз в месяц я буду разыгрывать среди меценатов какой-нибудь свой фотоальбом. Каждый переведший донат на номер карты Сбербанка, указанный в описании под роликом сможет принять участие и, возможно, выиграть фотоальбом о Камчатке с дарственной надписью. Это точно. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится раз в неделю следить за тем, что происходило на Камчатке в разные годы века минувшего. пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok